У Хойницким районе сегодня прошло посаджение комиссии парламентского схода Беларуси и России по пытаниях экологии, природокорыстания и ликвидации наступства аварий. Депутаты обменялись думками на конт-проекта новой союзной чарнобыльской программы. Какие проблемы возникли подчас распроцовки этого документа и что пропадает беларусский бок, ведая Олег Синсерову. Об масштабах чернобыльской трагедии можно меркать по такой личбе. Только на территории Полесского державного радиоценно-экологичного заповедника находится 98 отельных вёздок. За 32 годы некие жилые домы набыли вот такие выглядят. Правда, инший раз у них можно сустроить дитих живёл. За опасный чернобыльский час в Хойницком районе снесли больше 2000 будинков уродного призначения. С территории района селились около 25 тысяч человек, когда больше, чем проживают тут зараз. По часу ясного посаджения Комиссии парламентского схода по пытаниях экологии, природокористания и ликвидации наступцев аварий об этом нагадали ещё раз. Хоть основную увагу надали всё-таки сучастным реалием. Полесский вытворчий участок акционерного товариства «Мелковита» сегодня специализуется на выпуске сыров. Некольких годов тому тут реализовали проект, який дозволил створить безотходную вытворчасть. Сыроватку, якая заставалась после выработки продукции, почали перепрацовывать у экспортно-ориентованную сыровину. У российских депутатов гэта проект выкликул неподробный интерес. Молочное производство предполагает определённый отход в виде сыворотки, которая даёт и загрязнение окружающей среды, запах, который людям не нравится. У нас один из таких заводов на Брянщине есть, жители постоянно пишут об этих проблемах. Вот этот опыт, я считаю, надо переносить в принципе на все молочные производства. От ликвидации наступтов аварии до устольевого развития потерпелых территорий. У якости прикладу, становшей организацией такого подохода, Ходницкий завод железобетонных вырубов. У 2014-м тут провели модернизацию. У 2016-м у якости филиалу долучили до Мозырского домобудовничьего комбината. Сегодня зарплата на заводе на треть перевышая среднерайонную при стабильном попыте на продукцию. Если Мозырский ДСК это 70 тысяч метров квадратных, проектная мощность, то Ходницкий это 20 тысяч. И совместно мы даем 90 тысяч метров квадратных. Предприятия загружены 100%, работают на полную мощь. С тем, что потерпелыми территориями необходимо заниматься и далее, погоджаются как депутаты Белорусского национального схода, так и Российской Державной Думы. Розница у накерунков оказания допомоги. Сами депутаты, тумачивая финансовым складникам, в связи с великой колькостью суместных программ, первичный черговый бюджет Чарнобырской программы уже сменчен у двоя. По шергу позиций у комиссии досягнули капромиссу, а ле узгоднить усе позиции, покой не отремался. Коли россияне пропонуют обмежеваться у основном супротивопожарными мероприемствами на потерпелых территориях и некоторыми пытаниями сельскохозпадачей в творчестве, то, на думку белорусских депутатов, новая Чарнобырская программа повинна быть больше комплексной. Все предыдущие программы и опыт, и результаты говорят о том, что если мы подходим всесторонне, то тогда это более ощутимо на территориях загрязненных и больше даже результат. Но в каждом направлении сократить просто мероприятие, отказаться, ну, может, от менее каких-то важных. Ну, условно, как пример. Сегодня проводить семинары и делиться опытом можно эту работу вообще вывести в онлайн-режим. А более рационально использовать деньги на решение конкретных проблем. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель», Хонинский район.